Всем большой привет! Сегодня у меня мастер-класс браслета и сережек. Получился такой красивый комплект и кому интересно приглашаю к просмотру. Для этого комплекта я буду использовать бусины 6 мм, чешский бисер номер 10, леска нужна, у меня 0,2 мм. Дальше понадобится крепление, вот такие кольца и карабин буду использовать и швензы для сережек. Сейчас отрезаем 1,5 метра лески и начинаем плести браслет. Итак, нанизываем на леску 6 бусин и между ними по бисеринке. Вот так нанизали по 6 штук, спустили на второй конец и завязываем. Оставляем на другом конце где-то сантиметров 8-10, чтобы было удобно завязать. Вот так вот завязали несколько раз. Должен получиться такой элемент у нас. И потом вот этот маленький хвостик нужно спрятать или по-своему, как вы прячете, в общем нужно его убрать. Я вот так вот отрезаю, оставляя где-то полторы сантиметра и убираю этот хвостик. Подваливаю зажигалкой. Далее проходим через следующую бусину и через бисер. Теперь одеваем 3 бисера, спускаем и проходим через вот эту бисеринку, с другой стороны заходим. Если мы здесь выходили, вот у нас леска, то сейчас проходим с другой стороны. Дальше проходим через следующую бусину и через этот бисер. Вот так. Так, и у нас тут получается вот такой элемент. И сейчас проделаем то же самое во всех вот этих бисеринках везде. Значит одеваем 3 бисера, давайте вместе. Раз, два, три бисера всегда одеваем. Заходим с обратной стороны бисера через бусину и через следующую бисеринку. Вот так. И вот так до конца по кругу. Дошли до последнего звена, набрали 3 бисера. Тоже проходим через бисер с обратной стороны, идем вперед. Ну как обычно, вот заходим за эту бисеринку. Вот так вот здесь мы сейчас вышли. Сейчас нам нужно подняться вот на эту вершину. Для этого проходим через... Давайте для удобства я так поверну. Смотрите, сейчас где у нас бисер. Значит через боковой бисер вот так вот проходим. Вот. И через верхний. Вот через эту бисеринку. И мы оказываемся на вершине. Вот здесь. Сейчас выполняем набор, который мы делали вот здесь. То есть бусины и бисер будем чередовать по одному, до шести. При наборе учитывайте, что вот нужно начинать с бусины, потому что здесь у нас один бисер уже есть. Вот начинаем с бусины и заканчиваем тоже бусиной. Теперь заходим на этот бисер с другой стороны. Вот так. И у нас получается здесь круг. Я для удобства поверну работу. Мне вот так удобнее. Теперь нужно пройти следующую бусину и бисер. Так, вот. Прошли. И сейчас выполняем точно такие же элементы. Вот такие. Для этого набираем три штуки бисера. Давайте еще раз выполним. Дальше уже наверное вы сами. Потому что это очень легкий узор. Но, несмотря на легкость, очень красивый. Так, набрала три бисера. Прохожу с обратной стороны и ухожу вперед. Вот так. И вот так по кругу. Когда мы завершили круг, мы оказываемся вот здесь. Вернее, вот у меня повернулось вот здесь. Сейчас нам нужно выйти вот на эту вершину. Для этого мы просто проходим с одной стороны по бусине, бисеру. Вот по этому внутреннему кругу проходим. Так. И дальше продолжаем плести. Вот так. Вышло здесь. Здесь. Так. Теперь нужно подняться на эту вершину. Поворачиваю работу. На боковую бисеринку заходим. И на верхнюю. Так. И наверх. Дальше уже набираем шесть штук бусин. И между ними по бисеру. И вот так плетем до необходимой длины. Вот я доплела свой браслет. У меня конец лески выходит вот из этой точки. Сейчас нужно хорошенько завязать, попетлять и отрезать. И потом нам остается поставить карабин. Ну или другой замок, какой вы задумали. Значит, сейчас прячем конец. Вот этот хорошенько. И встретимся. И вот в конце таким образом я установила карабин. Используя колечки. С двух сторон по кольцу и карабин. И такой браслет у меня получился. Вот. Теперь остается собрать сережки. Для сережек нужно использовать всего вот один такой элемент. Отдельно его нужно сплести. Потом остается надеть швензы. Вот таким образом я надела. Смотрите. Колечко я установила прямо в бисер. Так смотрится более аккуратно. Кстати, точно так же можно было и на браслете установить. Подумайте об этом. Вот. И дальше уже надела швензу. Вот такие легкие симпатичные сережки у меня получились. В итоге вот такой комплект образовался. Простой и легкий, но в то же время очень нежный. При желании можно заполнить вот серединки тоже. Более какими-то блестящими, интересными камушками. Вот. Ну все. Я с вами прощаюсь. Всех благодарю за просмотр. И всем желаю удачи, успехов. И пока-пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok